Ола, амигос, на связи Матвей. Уверен, вы знаете, что я успел отснять на свой канал достаточно много видео по теме того, какой же лучше всего брать Android для комфортной игры Fortnite Mobile. И под этими видео в комментариях подписчики часто присели о том, чтобы я наконец-то сделал подборку лучших дешёвых планшетов на базе Android для комфортной игры Fortnite. Я вас услышал, дорогие друзья, поэтому сегодня сделал для вас подборку из самых лучших дешёвых планшетов на базе Android, на которых вы сможете с комфортом играть в мобильный Fortnite. Думаю, сейчас это видео как никогда актуально, потому что, насколько вы знаете, самые лучшие мобильные девайсы для Fortnite это именно айпады от Apple. Но, к сожалению, из-за войны Apple с Epic Games мы не можем в данный момент поиграть в Fortnite на айпадах, поэтому сегодня я вам дам хорошую альтернативу этим девайсам, но только на базе Android. Сразу хочу предупредить, что все планшеты из данного видео будут стоить не более 35 тысяч рублей. И все девайсы из этого видео можно спокойно купить абсолютно в любом цифровом магазине. Также сразу хочу заявить, что это видео не имеет ничего общего с похожим видео на моём канале, которое я давно выпускал, где я рассказывал про планшеты на базе Android, которые официально поддерживают 60 FPS Fortnite Mobile. Кстати, если вы его ещё не смотрели, крайне рекомендую это сделать, подсказочку я оставлю в правом верхнем углу. Там я не только рассказал про планшеты на базе Android, которые официально поддерживают 60 FPS Fortnite Mobile, ну а также нашёл их в ближайшем магазине и сделал геймплей на каждом из них. Надеюсь, вы меня поняли и также не забывайте подписываться на этот канал, если вы тут впервые, и если вы так же, как я, играете в Fortnite Mobile, потому что здесь вы найдёте единственный самый лучший контент по мобильному Fortnite во всём СНГ. Также не забывайте про лучшую поддержку меня и именно мой тег-автор-мотивкар в вашем жгемном магазине Fortnite. Смело водите и покупайте исключительно с ним. Также вы можете делать скрины ваших покупок с моим тегом и добавлять их либо в специальный канал в нашем Discord сервере, либо в специальный альбом нашей группы канала ВКонтакте. Таким образом, вы сможете попасть в ролик, как и следующие ребята, в конце видео. Также не стоит забывать, что теперь я читаю именно трёх пользователей, которые первые оставили комментарии под последним видео. На этот раз огромное спасибо парню с непонятным никнеймом, Джек Стим и Даниил Мэй. Очень рад, что смотрите мои видео первыми. Ну а теперь, наконец-то, предлагаю приступить к сегодняшней теме. Первый планшет, про который я вам сейчас расскажу, достаточно популярный, но при этом не такой уж и дешёвый. Он является упрощённой версией модели Galaxy Tab S6 и так и называется Samsung Galaxy Tab S6 Lite. Кстати, интересный факт, что основной планшет Galaxy Tab S6 имеет официальную поддержку 60 кадров в нашей игре. Здесь установлен достаточно средненький процессор модели Exynos 9601 стёкта. Также присутствует 4 гигабайт оперативной памяти. Данный девайс можно считать новым, потому что его выпустили относительно недавно, в 2020 году, и он имеет достаточно современный дизайн. Разрешение его экрана в пикселях 2000 на 1200, а диагональ экрана 10,4 дюйма. Это чуть больше, чем iPad mini. Ёмкость его аккумулятора составляет целых 7040 мАч, что хватит вам примерно на 8 часов спокойной игры Fortnite. Тут есть всего лишь две камеры, а именно основная на 8 мегапикселей и фронтальная на 5 мегапикселей. Но также с этим планшетом в комплекте идёт специальный стилус под названием SPN. Несмотря на то, что частота обновления экрана у этого планшета 60 Гц, к сожалению, Fortnite здесь максимум выдаёт 30 фпс. Даже несмотря на игру, планшет достаточно достойный, особенно учитывая его цену. За версию с 64 гигабайтами памяти вы заплатите всего лишь 29 тысяч рублей, а за 128 гигабайт 32 тысячи. Второй планшет, про который я хочу поговорить в этом видео, от слова вообще не популярный. Но на удивление, в каких-то местах он показывает себя даже лучше, чем планшета от Samsung. А именно, я имею в виду новый планшет от Huawei под названием MatePad. Если смотреть прямо на его экран, то можно вообще подумать, что это iPad Pro от Apple. Да, и вправду, выглядит он намного лучше, чем планшеты от Samsung. Но, как говорится, встречают по внешнему виду, провожают по его внутренним характеристикам. Так что давайте посмотрим, что у него внутри. Здесь установлен достаточно мощный процессор производством Huawei под названием Kirin 820. И он, кстати, тоже 2020 года выпуска. Так же, как и в предыдущем планшете, здесь 4 гигабайт оперативной памяти. Но, в отличие от Samsung, Huawei в свой планшет засунули камеры получше. У основной камеры 8 мегапикселей, у фронтальной тоже 8 мегапикселей. Но она, кстати, сама расположена на горизонтальной рамке самого экрана. На фронтальной камере, кстати, к удивлению, присутствует широкоугольный объектив. Экран здесь, кстати, установлен точно такой же, как и на предыдущем планшете. А именно, имеет разрешение 2000 пикселей на 1200 пикселей. И имеет размер 10,4 дюйма. Так же 60 герц. И так же, к сожалению, всего лишь 30 фпс в Fortnite Mobile. Ну вот, в отличие от Samsung, здесь Huawei установили батарею немного побольше. А именно, емкостью 7250 мАч. От 100% заряда в Fortnite вы сможете играть плюс-минус 9 часов. Кстати, кому интересно, MatePad весит практически столько же, как и Galaxy Tab S6 Lite. А именно, 460 грамм. Но, в свою очередь, Tab S6 Lite на 5 грамм тяжелее. Данный планшет от Huawei стоит немного дешевле, чем планшет от Samsung. А именно, за 64 гигабайта вы платите 20000 рублей. Ну а за 128 гигабайт памяти заплатите 24000 рублей. Честно говоря, пока что на сегодня это все. Да, я сам крайне удивился, когда узнал, что планшетов на базе Android, которые официально поддерживают Fortnite Mobile, настолько мало. В это видео вообще я хотел включить в общей сумме 5 планшетов. А точнее, в этот ролик не смогли попасть планшеты под названием Huawei MatePad T10s, Galaxy Tab A7 и Galaxy Tab S5e. Но, когда я проверял подробную характеристику каждого из планшетов, оказалось, что у этих трех девайсов оказывается менее 4 гигабайт оперативной памяти и процессоры с 2017 года. В принципе, отчасти я данную ситуацию понимаю, потому что Android производители прекрасно понимают, что конкуренцию против iPad им составить нереально. Да и на данный момент сейчас актуальных планшетов на базе Android на рынке всего лишь от двух производителей, от Samsung и от Huawei. Про Lenovo я вообще молчу, я уверен, каждый, кто смотрит это видео, прекрасно понимает, что Lenovo полное днище. А если все же у вас в семье есть планшет от Lenovo, то со 100% вероятностью ему уже 10 лет. В общем, печальная ситуация сейчас происходит с планшетами на базе Android на рынке, ничего не могу с этим поделать. Ну а что по поводу планшетов на базе Android, думайте именно вы, обязательно пишите в комментариях. Также, если вы досмотрели это видео до этого момента, обязательно поставьте лайк. Уверен, это видео вас чем-то зацепило и, скорее всего, даже понравилось. Ну а я старался, потому что найти планшеты, которые поддерживают Fortnite Mobile при этом на базе Android, вообще нереально. Также не забудьте отправить это видео своему другу, который как раз таки себе выбирает новый планшет на базе Android. Ну а по традиции, с вами как всегда был Матвей, hasta luego.